Мировые премьеры на минувшей неделе выходили только за океаном. Марка Acura рассекретила почти серийный MDX, а родственная Honda модернизировала малоизвестный в России 10-й Accord. Но присмотреться внимательнее стоит к американскому Volkswagen Taos, ведь примерно такой же паркетник скоро появится и в России. А в ожидании новинки приценимся к обновленной Bentley Bentayga и к новому поколению седана Rolls-Royce Ghost. В отличие от масс-маркета, такие машины приезжают к нам сразу после премьер. Тем временем отечественный авторынок вернулся к росту. Havail готовит череду новинок, чтобы стать одним из самых массовых брендов в России. Hyundai запускает космическую программу, чтобы вывести на рынок флагманский кроссовер Payless 8. А проект глубокой модернизации UASA Patriot вышел из пячки вместе с разморозкой моторного завода Ford в Татарстане. Acura MDX предпочла прикинуться прототипом. Но совершенно понятно, что серийная машина будет отличаться от концепта максимум на 1%. И это здорово, так как благородные пропорции очень идут этой модели. Как сейчас принято, автомобиль сделали длиннее и шире, но ради эффектного силуэта несколько занизили крышу. При этом MDX сохранил трехрядный формат. Однако авторы новой Acura уверяют, что потолок не будет давить на головы пассажирам. В плане техники кроссовер перебрался на ту же новую платформу, что недавно примерил седан TLX. Это значит, что спереди стоит двухрычажная подвеска, а в приводе задних колес индивидуальные многодисковые муфты. Основным остался шестицилиндровый атмосферник, который раньше выдавал около 300 сил. Показатели новой версии пока не опубликованы, а из интересного раскрыт лишь факт замены 9-ступенчатого автомата агрегатом на 10 передач. Бонусом заявлен трехлитровый турбомоторище мощностью 360 сил. К нему прилагается перенастроенная трансмиссия, перекалиброванная подвеска и усиленные тормоза. Но этот вариант по имени Type-S появится позже основного. К слову, дебют товарного паркетника отложен до начала следующего года. В Америке свежий MDX наверняка встретит очень тепло. Однако в Россию Аккура возвращаться не планирует. Да и родственная Хонда у нас чувствует себя неважно. Многие даже не представляют, как сейчас выглядит Хонда Аккорд. Ведь 10-е поколение седана до нашего рынка не дошло. Между тем машина только что пережила пусть небольшой, но рестайлинг. Оформление сменили только бампер и решетка. Зато инженеры расстарались сильнее дизайнеров, одним моментом внедрив сразу несколько интересностей. В первую очередь это новая начинка фар. С нею оптика светит дальше и ярче. Моторы обучились острее реагировать на нажатие педали газа. А гибридная машина охотнее активирует электрический режим. Адаптивный круиз-контроль работает плавнее, включая ассистент удержания внутри полосы. В салоне дело ограничилось доработкой медиа-системы, а также установкой двух дополнительных USB-разъемов. Кроме того, у большинства комплектаций расширено оснащение. За океаном продажи новинки уже стартовали. Volkswagen презентовал в Америке компактный кроссовер Taos. Но сначала мы покажем не этот автомобиль, а китайскую версию Skoda Karoq. Она отличается растянутой на 50 мм колесной базой, а потому другими боковинами кузова. Так вот, два года назад Volkswagen выпустил перелицованный вариант китайского Karoq, уже под своей маркой. Модель назвали TARU, но долгое время продавали строго на китайском рынке. Именно она появится теперь в обеих Америках, но под именем Taos. Смена названия вдобавок принесла некоторые отличия. У Taos оригинальная оптика, подретушированные бамперы и собственная решетка радиатора со светодиодной перемычкой. В профиль кузов полностью повторяет китайские TARU и Karoq. В салоне отличий от TARU не больше. Это новый руль до материала отделки. Но для нас гораздо важнее, что по простору на заднем диване новичок легко обходит европейскую версию Tiguan. Вот они, чудеса модульных платформ. Для США заготовлен только полуторалитровый двигатель, работающий по экономичному циклу Миллера. А вот латиноамериканскому рынку полагается турбомотор 1.4, с которым спарены шестиступенчатый автомат и передний привод. А теперь давайте перенесемся через океан на берега Волги, в Нижний Новгород, где на мощностях Горьковского автозавода должны тоже наладить выпуск аналогичных кроссоверов. Сроки премьеры и название модели российский офис Volkswagen тщательно скрывает. Между тем, ГАЗ уже собирает исходную Шкоду Корок. Нужна ли россиянам похожая машина с длинной колесной базой? Наверняка. В этом случае покупатели получат кроссовер просторнее и дешевле Tiguan, который стоит минимум 1 миллион 779 тысяч рублей. А самый доступный Корок облегчит кошелек на 1 миллион 359 тысяч. Поэтому логично, чтобы Таус стоил около полутора миллионов. Переходим к российским новостям. В сентябре отечественный авторынок отличился пусть небольшим, но ростом продаж новых автомобилей. Причем крупнейшие игроки даже сумели показать результаты выше средних. В таблице марок лидеры прежние – Lada, Kia и Hyundai. Из феноменальных успехов подметим резкие взлеты Cadillac – Чан Аня, Джили и Черри. Также ощутимо подросли результаты Шкоды, которая скоро останется без своего главного бестселлера. Октавии третьего поколения. Кстати, на излете карьеры нынешняя Октавия А7 внезапно нарастила армию поклонников. Плюс весьма заметно увеличились продажи Хёнде Тусанов и Крет. А Тойота RAV4 вообще забралась на седьмую строчку в списке хитов, обосновавшись между Солярисом и Логаном. В оставшиеся месяцы этого года аналитики не ждут больших потрясений. А значит, октябрь, ноябрь и декабрь тоже должны принести положительные итоги. Главное, чтобы страну снова не посадили на карантин. Какой же чудесный вид открывается из комплекса «Царёв сад» на территорию Кремля и собор Василия Блаженного? Пожалуй, только солнышка на небе не хватает. Хотя у нас есть своё. Встречайте, обновлённый кроссовер Bentley Bentayga в своём благородном оранжевом цвете. Рестайлинг затронул главным образом экстерьер автомобиля. Британцы освежили радиаторную решётку, передний бампер с воздухозаборниками, капот, сместили фары чуть выше и ближе к краям кузова. Сзади новые фонари в стиле купе Continental GT, иные патрубки выхлопной системы и спойлер. На 20 мм расширены колёсные арки. В салоне появились цифровая приборная панель, перелицованные дефлекторы и обновлённая мультимедийка с доработанной навигацией и поддержкой смартфонов. Добавились новые материалы отделки, а пространство для ног задних пассажиров увеличилось до 10 см. Сейчас принимаются заказы на кроссовер с 4-литровым мотором V8. Поставки машин начнутся в январе. В первой половине следующего года появится модификация Speed с 6-литровым двигателем W12. Не исключено, что однажды британцы привезут и гибрид. За обновлённую Bentayga в простейшем исполнении дилеры просят без малого 15 млн. рублей. Цена мощной версии Speed пока не объявлена. Rolls-Royce привёз в Россию Ghost 2-го поколения. Ждать его пришлось недолго. Мировая премьера модели состоялась в начале сентября. Если предыдущий седан базировался на платформе BMW 7-й серии, то новый построен на оригинальной архитектуре Rolls-Royce. 12-цилиндровый двигатель теперь не атмосферный, а с двойным наддувом. К тому же рабочий объём вырос на 150 кубических сантиметров. В паре с двигателем трудится восьмиступенчатый автомат, завязанный на навигационную систему. Зачем это нужно? Перед крутым подъёмом или поворотом коробка заблаговременно понижает передачу. А ещё есть система Flag Bearer. На заре автомобилизации так называли человека, который шёл впереди машины с красным флагом. Теперь же имеются в виду камеры, которые следят за дорогой, чтобы подвеска заранее подготовилась к неровностям. На плавность хода работает и некий амортизатор верхнего рычага. Англичане не раскрывают сути своего ноу-хау, но не скупятся на эпитеты. Существенное новшество — полный привод, которого у предыдущего Гоуста не было. Также седан располагает системой, обеспечивающей высокую плавность хода, эдакий парящий эффект. Создаётся ощущение, что ты управляешь волшебным кораблём. Клиент получает незабываемые эмоции, если сам решает сесть за руль. Англичане воздержались от смелых экспериментов с дизайном. Ходовые огни перебрались в блок фар. Статуэтка дух экстаза сместилась на рамках к радиаторной решётке, а передний бампер и фонари чуть видоизменились. Двери теперь не только закрываются автоматически при нажатии клавиши, но и открываются. Кроме того, внутри стало ещё тише. Заказы на новый Гоуст уже принимаются. Первые поставки автомобилей в Россию запланированы на январь-март следующего года. Стандартный седан стоит примерно 23 миллиона рублей, длиннобазная версия на 2 миллиона дороже, а верхняя планка цен, как принято у Роллс-Ройса, ограничена лишь фантазией заказчика. Марка Хавейл в России укрепилась как самый популярный китайский бренд. С января по сентябрь уже продано 11 тысяч машин. Цель на 2020 год – достичь показателей в 15 тысяч штук, увеличив продажи на 65%. А к 2025 году китайцы намерены выдавать клиентам уже по 150 тысяч машин ежегодно. Сегодня это означало бы прыжок с 16-го места на рынке на 4-е, то есть за Ладой, Киа и Хёнде. Реально ли это? Мы хотим удовлетворить потребности всех клиентов, которые покупают кроссоверы и внедорожники. Так что вы можете предположить, в каком именно направлении мы собираемся развиваться. Единственное, что я могу вам рассказать, в ближайшие три года мы запустим как минимум пять новых продуктов. Одной из таких новинок станет кроссовер Хавейл H6, третьего поколения, замеченный недавно на конвейере тульского завода. Но прежде, уже во второй половине октября, на рынок под материнской маркой Great Wall выйдет пикап Wingel 7. Российская сборка ему пока что не светит, но свою нишу модель занять должна. К слову, в обойме компании Great Wall есть еще парочка брендов. Это премиальная марка Way, а также электромобили Ora. Пока их не планируют предлагать россиянам, но кто знает, что случится через год-другой. Зато через два года Хавейл откроет в России еще один завод, где будут производить моторы, коробки передач и электронные блоки управления двигателями. Это одно из условий специального инвестиционного контракта, который компания подписала в сентябре. Производство двигателей – это часть наших обязательств по специальному инвестиционному контракту. К тому же для нас это будет фантастической поддержкой в плане увеличения уровня локализации в России. Но, к сожалению, я пока не могу раскрыть, какие именно моторы мы собираемся выпускать на новом заводе, потому что это – часть нашего конкурентного предложения. Мы предположим, что новый завод займется моторами для бестселлеров Хавейла – кроссовера F7 и купеобразной версии F7X. Обе модели выпускаются под тулой и оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра. Марка Хёнде готовится вывести на российский рынок большой кроссовер Paylisade. Пока не раскрыты ни цены, ни характеристики, но потенциальных покупателей уже зазывают в автосалоны. В стартовой комплектации будет ограниченная по тиражу серия «Космос». И это неспроста. На Международную космическую станцию отправлены 100 памятных монет, которые раздадут первым покупателям машин. А самые удачливые владельцы палисадов после розыгрыша отправятся к месту приземления спускаемого аппарата. Там они лично поприветствуют вернувшихся с орбиты космонавтов с грузом тех самых монет. Напомним, что Paylisade – это флагман кроссоверной программы Хёнде, который появится как замена ушедшей модели Grand Santa Fe. Год назад марка Ford громко хлопнула дверью, свернув производство и продажа легковых автомобилей в России. А вот коммерческие модели по-прежнему выпускаются в Елабуге. Причем с 2023 года на Ford Transit поставят отечественные турбодизели. Это хорошо знакомая нам рядная четверка отдачи от 125 до 155 сил. Ради этого движка компания с обновленным названием «Солерс Форд» расконсервирует моторный завод в Татарстане. Там до середины прошлого года делали бензиновые моторы 1.6 для «Фиест» и «Фокусов». К слову, Ford Transit занимает на российском рынке третье место после «Газели» и «Уазов». Но 13 тысяч транзитов в год – это не тот объем, ради которого нужен моторный завод. А значит, дизели российской сборки наверняка появятся на автомобилях «ВАЗ». Ведь ульяновский автозавод тоже принадлежит «Солерсу», а «Патриот» давно нуждается в недорогом, но современном двигателе с воспламенением от сжатия. Как стало известно телеканалу «Автоплюс», в Ульяновске уже готов проект глубокой модернизации «Патриота». Машину могли показать до конца этого года, но из-за нехватки финансирования дебют неоднократно откладывался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова